Какие НКО могут прекратить свое существование добровольно? Какие действия нужно предпринять, чтобы самостоятельно закрыть НКО? Разберемся в этих вопросах в нашем новом видео. Порядок ликвидации НКО прописан в законе о некоммерческих организациях. В отличие от принудительного закрытия НКО, инициатором добровольной ликвидации выступают ее собственники. Процесс ликвидации предполагает выполнение ряда последовательных действий и, как правило, занимает не меньше 5-6 месяцев. Не каждое НКО можно закрыть по собственному велению, без шума и пыли. Например, фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда по искам заинтересованных лиц, если имущества для полноценной работы такого вида НКО недостаточно и нет финансовой возможности его восполнить. Цели фонда, которые прописаны в его учредительных документах, не могут быть достигнуты и нет возможности внести необходимые изменения. Фонд осуществляет деятельность, которая противоречит Уставу. В иных случаях. К последним могут относиться неоднократные грубые нарушения. Например, непредоставление в Минюст в течение нескольких периодов сведений о деятельности фонда. Учредители фонда добровольно закрыть НКО не могут, только через суд. Какие шаги нужно предпринять для закрытия НКО? В целом, процедура закрытия НКО состоит из нескольких шагов, а собранные документы подаются в Минюст или в террориальные подразделения. При наличии работников в штате НКО процедура усложняется. Нужно не менее чем за 2 месяца уведомит работников о предстоящей ликвидации при необходимости поставить в известность службу занятости. Если этого не сделать, то НКО может быть оштрафовано, а работники могут потом восстановиться через суд и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Первый шаг – принятие решения о ликвидации НКО и формирование ликвидационной комиссии или избрание ликвидатора. Решение либо протокол о ликвидации должно быть оформлено на бумаге. В нем должны содержаться следующие пункты – о ликвидации НКО в составе ликвидационной комиссии, о порядке и сроках ликвидации, об избрании лица ответственного за регистрацию ликвидации в Минюсте. В тексте решения либо протоколе указывается повестка дня – общее количество членов НКО, кто и как голосовал по каждому вопросу в повестке дня. Второй шаг – после даты принятия решения в течение трех рабочих дней нужно заполнить заявление по установленной форме. Его подписывает назначенный ликвидатор либо руководитель ликвидационной комиссии. Данное заявление уведомляет контролирующий орган о начале процедуры ликвидации. Третий шаг – публикация сообщения о ликвидации НКО и установление сроков для предъявления требований кредиторов. Срок не может быть меньше двух месяцев. Такое сообщение публикуется в специальном журнале «Вестник государственной регистрации». Чтобы ликвидация НКО не затянулась на долгие месяцы, важно выполнить все условия. А для этого лучше сразу обратиться к опытному юристу, который сэкономит для вас и время, и деньги. Для получения помощи наших специалистов позвоните нам по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Четвертый шаг – расчеты с кредиторами и формирование провежуточного ликвидационного баланса НКО. Ликвидационная комиссия или ликвидатор НКО по окончанию срока для предъявления требований кредиторов составляет ликвидационный баланс, в котором содержатся сведения о составе имущества и обязательствах кредиторов. Ликвидационный баланс утверждается либо учредителями НКО, либо ликвидационной комиссией. На этом же этапе НКО оформляется решение или протокол об утверждении промежуточного ликвидационного баланса. Именно на его основании ликвидационной комиссии проводятся расчеты с кредиторами в порядке очередности, установленной в ст. 64 Гражданского кодекса. Но может возникнуть ситуация, когда имеющихся денежных средств НКО недостаточно для расчетов с кредиторами. Тогда ликвидационная комиссия выставляет на публичные торги имущество НКО. Пятый шаг. Спустя два месяца после публикации сообщения о ликвидации НКО в журнале «Вестник государственной регистрации» необходимо заполнить заявление о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме Р-150-016. Шестой шаг. Формирование ликвидационного баланса НКО и оформление решения либо протокола о его утверждении. Окончательный ликвидационный баланс также утверждается либо учредителями НКО, либо ликвидационной комиссией. Также должно быть оформлен протокол или решение об утверждении такого ликвидационного баланса. Седьмой шаг. Оформление заявления о завершении ликвидации НКО. В этом заявлении необходимо подтвердить, что произведены все расчеты с кредиторами НКО, а также выплачены все пособия и компенсация работникам. Восьмой шаг. Ликвидация некоммерческой организации. НКО считается закрытой после внесения соответствующей записи в листью ГРЛ. Ликвидация НКО не дает ей права уничтожить первичные документы – бухгалтерскую и налоговую отчетность, а также документы по работникам. Всю документацию необходимо сдать в государственный архив, если срок хранения таких документов еще не истек. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании РосКО с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКО.